Здравствуйте! Вы в психологическом ателье. Сегодня родители. Поговорим о вашем самом большом вопросе. Как сделать так, чтобы ребенок клал игрушки на место? Как приучить его к порядку? Представьте себе, что у вашего ребенка только одна игрушка. Как вы думаете, он будет класть ее на место? Да, правда же? Вот вам и ответ. Меньше игрушек, и каждая игрушка должна иметь свое место. Если у ребенка будет три игрушки, он будет их класть на место. И это основное правило. Я понимаю, что сейчас мой совет выглядит нереалистичным, потому что комнаты детей завалены игрушками. Но я хочу сказать вам одно важное правило, одно важное соображение, которое все-таки поможет вам прислушаться к моему совету о том, что у ребенка должна быть одна игрушка. Дело в том, что если у ребенка мало игрушек, несмотря на то, что многим кажется, что когда он хуже развивается, на самом деле он развивается лучше. Потому что у ребенка, когда у него игрушек немного, а игр много, развивается воображение. Он вам сделает из палочки машину, трактор и самолет буквально за несколько минут. И он увлеченно играет этим именно так, как должен играть ребенок. Мир детей – это не имитация мира взрослых. И поэтому нужно создавать условия для развития ребенка и прежде всего для развития его воображения. Ваша дочка возьмет маленькую тряпочку и сделает из нее маленькую куколку и будет играть этой куколкой или какой-нибудь цветочком, из которого она сделает куколку. Не хуже, чем с самой дорогой куклой. Я не хочу, чтобы вы думали, что не надо покупать детям игрушки. Я хочу, чтобы вы понимали, что если вы будете правильно относиться к игрушкам, вы будете понимать, что самое главное для ребенка – это находиться в своем собственном детском мире, волшебном, воображаемом, где много фантазии, где все возможно. Именно воображение со временем станет основой для абстрактного мышления, для развития интеллекта, для того, чтобы ребенок хорошо планировал свое будущее, потому что будущее тоже существует только в воображении. Любые абстрактные схемы, на которых строится абстрактное мышление, понятия научные – все они основаны на воображении, которое у ребенка когда-то появилось в детстве. Заготовленные игры для развития воображения, компьютерные игры, мультфильмы, в которых уже все персонажи нарисованы, всегда будут хуже, чем сказки, которые вы читаете, потому что тогда ребенок в своем воображении представляет себе эти сюжеты, и они намного красочнее и лучше, чем те, которые придумали дяди-художники и тети-художницы. Поэтому давайте ребенку меньше игрушек и больше возможностей для выражения своей личности, для развития фантазии и воображения, и тогда не будет проблем с тем, чтобы ребенок клал игрушки на место. Обнимаю вас. Смотрите «Психологическое ателье». Спасибо.